Дистанционная установка программы VersoF P2.0.8 Release 2. Установку производим на компьютер заказчика дистанционно через AnyDesk. Также перед записью видео я проверил компьютер на наличие сторонних антивирусов, ничего не обнаружил. И теперь также нам необходимо посмотреть информацию о системе перед тем, как устанавливать программу. Ну и также проверить, включен ли отключен BredMaur. Для VersoF это особо важно. Ну и также, собственно, посмотреть, включен ли отключен защитник. Давайте приступим. Сам архив с программы у нас тут. Хотя как-то... Сейчас я, наверное... Так, а у нас 7-Zip еще не установлен. Но я еще предварительно установлю 7-Zip сейчас. Сделаем это мы уже на видео, так как я начал запись. Так, информацию о системе я хотел вам показать. Здесь у нас установлена 7-Zip, сервис ПАК 1. Процессор у нас Intel Core i5-2520M. Память 4 Гига, разряд на 64 бита. Ну, собственно, видно, что у нас здесь установлено много всякого софта. Также установлено в таком. Скорее всего, 20-ый релиз. И Eclipse. Ну, давайте, наверное, скачаем 7-Zip. Сейчас я переведу в браузер. Скачиваем 7-Zip. Так, 7-Zip. Так, ну что у нас? 7-Zip.com у нас открылась. Как и от чего она открылась? Сейчас мы в поисковике обьем 7-Zip. 7-Zip.org у нас сайт. Далее скачиваем установщик под нашу разрядность. Можем, в принципе, просто выполнить, нажать, не скачивая сам физический файл. Устанавливаем 7-Zip. Закрываем. Далее закрываем все. И сейчас мы перейдем через 7-Zip. Открываем. Так, да, все. Все, архив. Архив наш. Все нормально. Просто что-то я поначалу подумал, что архив не наш. Все нормально. Так. Все, здесь все четко. Сейчас будем приступать. А, ну давайте мы так и просмотрим Брандмауэр, что у нас. Брандмауэр Windows. Брандмауэр у нас включен. Отключаем Брандмауэр. Давайте посмотрим на защитник. Защитник у нас тоже включен. Ну, необходимо хотя бы сейчас добавить исключение. У нас здесь уже есть какое-то исключение. Мы полностью пока локальный диск C добавим. Сохраним. На VersWave у нас, в принципе, не так критично. Насчет стандартного виндовского защитника. Как это, допустим, актуально больше всего с Delphi в таком программами. Так как у нас активация происходит немного другим способом. Так, сейчас я через... Хотя, наверное, я, в принципе... Наверное, сейчас я лучше... Все-таки перекину я подготовку в NDC fix. Архив на компьютер заказчика для того, чтобы точно быть уверенным, что у нас ничего не слетит. И после чего продолжим... Ну, отключим защитник программный и продолжим тогда дальше. Распаковку и установку. Так, в общем, это открыл. Итак, в общем, перекинул я подготовку в NDC fix. Софт. Мы его сейчас распакуем. Так, у нас пароль 1, 2, 3. Так. Здесь у нас архив в архиве. Второй архив мы тоже распаковываем. Так, неправильно ввел пароль. Все, распаковали подготовку. Переходим. Так. А, у нас здесь... Это у нас новый Defender Control. Архив. Тоже его извлекаем. Он нам по большей части и нужен. Запускаем. Уберем отключить защитник. Отключили. И фаервол в принципе. Наверное, тоже сейчас посмотрим. Ладно, не будем. Фаервол мы запускаем тексту. В принципе, нам только защитник. Здесь. Сейчас я проверю. Защитник у нас отключен. Можем теперь приступать. Делаем распаковку. Здесь у нас предварительный архив. Делаем в корень диска CM. Вводим пароль. Так, пароль ввел неправильно. Сейчас еще раз. Опять все меняется. Языки опять автоматом. Ладно. Что-то я путь не поменял. В общем, у нас распаковка происходит на рабочий стол. Это не критично. В любом случае, нам сейчас программу нужно будет распаковывать из архива. Саму. Так, запись идет. Так, все распаковано. Переходим, смотрим. Здесь сама программа. Далее у нас. И папка дополнительная. Так. Производим распаковку вов. Распаковку производим в корень диска C. Далее у нас. Так, все. Программу распаковали. Давайте перейдем по месту расположения. Дублирующую папку мы вырезаем. Вставляем сюда. Ничего у нас не будет работать. Программа вов. Далее переходим в корень. Находим стартовый ярлык отправить на рабочий стол. Нажимаем. Закрываем корень. Наш ярлык. Далее корректируем ярлык. Название. Далее свойства. Перейдем. Сменим иконку. Иконку мы возьмем с корней программы вов. Иконка апт называется у нас. Применяем. Можно, в принципе, запуск от имени админа сделать на даблклик. Ну и, собственно, все. Теперь мы можем запустить вов. Программу ждем. Сейчас она у нас запустится. Запустилась. Нажимаем далее. Далее номер клиента вовим обычно 400-100-251. Далее фирма вов. Так, по-русски ввожу. Вовс. Далее контактное лицо у нас. Мы тоже вов. Адрес. Почтовый индекс. Телефон. Пакс. Не будем. Все. Нажимаем далее. Уберем диагностика слайд. Заказать. Далее. Акцептировать. Далее. Заказать. Закрываем. У нас здесь сейчас должен высветиться ключ регистрационный, который мы копируем. Сейчас я его еще раз выведу. Так. Сейчас. Копировать. Программу мы, в принципе, не сворачиваем. Сворачиваем полностью AnyDesk. Далее. Я сейчас здесь создам текстовый документ. Ставлю сюда ключ. Сохраним его. Далее. Переходим к программе по активации ключа. В принципе, можем так запустить. Далее. Ввершнее поле вставляем ключ. Выбираем вов. Про. Униметод. Калькулейт. Ключ, который у нас высветился. Мы сейчас перейдем в AnyDesk. Вов сворачиваем. На рабочем столе клиента создаем текстовый документ. Создали. Теперь отсюда ключ, который у нас появился. Мы копируем. Так. Сейчас. Так. Языки. Вставляем. Через тире. Сделали. Далее. Программа нам больше это не нужна. Теперь нам необходимо перейти в предварительную папку. И открыть текстовый документ. Там у нас находятся четыре ключа, которые мы вставим в данный текстовый документ. Так. Сейчас вов. Где у нас тут? Вот у нас кейс. Текстовый документ называется. Здесь четыре ключа. Мы их копируем. Скопировал. Далее. Ниже я сюда сейчас их вставлю. Сейчас я подкорректирую, чтобы это все было... Выглядело по-нормальному. Сделали. Теперь мы... Сейчас так. Сейчас вместо иксов мы вводим нужные цифры. Так, здесь у нас семьдесят три. Все. Сохраним на всякий случай текстовый документ. Теперь переходим к вов. Сворачиваем вов в оконный режим. Далее. Номер клиента заполниваем. Пишем сто пятьдесят пятьдесят один. И поочередно вводим ключи. Ну, первый, естественно, у нас кейгена идет. Ключ. Его вводим. Нажимаем активировать. Позже. Теперь вводим второй ключ, который с текстового документа, с предварительной папки. Нажимаем активировать. В общем, вводим так все ключи. Так, все, все ключи ввел. Все спецлицензии у нас активированы. Далее текстовый документ закрываем. Можем его, наверное, даже удалить. В принципе, от него уже смысла нет никакого. Ну и, собственно, все. Вов у нас активировано. Все у нас здесь работает. Теперь нам необходимо отписать клиенту, чтобы клиент запитал сканер. Ну и, собственно, делаем, наверное, прошивание. И после чего, не знаю, поинтересуюсь у клиента, возможно, необходимо будет объединить прошивки с автоком, но это уже по желанию, которое я вижу здесь ярлыки есть. Может, и клиент пользуется. В общем, сейчас отпишу. В общем, попереписывался я с клиентом. И выяснилось то, что у клиента сейчас на месте нету сканера под рукой для того, чтобы подключить, запитать, прошить. Поэтому откладывается все на завтра, на 9. С ним договорились. Остался уже следующий день. Клиент у нас запитал сканер к компьютеру. Подключил сканер к компьютеру, запитал от OBD. Ну и давайте сейчас, во-первых, посмотрим, что у нас тут драйвера есть или нет. Перед прошиванием. Так, да, драйвера имеются. Теперь, значит, закинем прошивку. Прошивку возьму 16.22. Можно взять вот с автоком. Копируем. Далее переходим в корень программы. Где у нас вов. Папка из диагностика модуль. Fimware. Удаляем отсюда прошивку. Так, и теперь делаем запуск. Роickers. Ро watch. Вот. Ро스�енд. Роформление. Рофф. 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 Меже. Меже. Even más. Меже. Ж Él. Рофф. Н чтобы прошить переходим в настройки устройства блок диагностики делаем поиск для того чтобы обнаружить сканер сканерс обнаружился нажимаем обновить прошивку мы ждем пока сканер прошьется и так все прошивание завершено делаем окей и можем закрывать перевод и на этом работа закончена сейчас я закрою собственно все если у вас есть какие вопросы задавайте уроки сообщества в комментариях под видео спасибо за внимание